Здравствуйте Уважаемые зрители Все те кто будет смотреть это прохождение Прежде чем начать Я хочу Внести свои 5 копеек В игру Ну То есть многие ее сравнивают С Dark Souls Называют Ocal Dark Souls Кибер Dark Souls Еще как-то там Я хочу сказать Что это Игра The Surge Я ее Surge В общем всплеск Я ее называю Ну так мне перевели Эта игра Ну Совершенно не похожа на Dark Souls Ну абсолютно не похожа То есть да Жанры одинаковые У Dark У лордов Падших лордов Lord of the Fallen Fallen И у Surge Тоже Но Сравнивать Surge с Dark Souls Это так же как сравнивать бокс С каратэ Вот Dark Souls Это бокс Потому что там в основном Один на один А вот Surge Это уже Каратэ Ну Тут даже дело не в этом Во-первых Ну Surge Она динамичнее намного Чем Dark Вик Dark Там такая ламповая В общем-то атмосферка По сравнению с Surge Здесь все жестче Это чувствуется Вот При первом прохождении Когда Ничего не понятно Куда Чего Башка совсем другим забита Но если вы на ее пройдете Еще раз Например Или поиграете Достаточно долго То Ну чувствуется Вот эта жесткая атмосфера Тут и персонажи В общем-то все Такие жесткие Либо роботы Либо экзоскелеты Либо Машины Всякие Железо В общем Поэтому сравнивать Ее с Dark Совершенно нельзя И я хочу сказать Что Боевка в этой игре На мой взгляд Даже лучше Чем в Dark Souls Она Похожа На Боевку Немножко Похожа На лордов В Lord of the Fallen Я так подразумеваю Что На одном движке Делалась игра С лордами И вот эта Потому что Многие удары Здесь очень похожи Ну вот Я имею ввиду Именно В управлении Ну то есть Движок один Наверное Ну или около того Но здесь Они сделали Ещё лучше Чем в лордах Ещё больше Ещё разнообразнее Ещё круче В общем Игра На мой взгляд Супер Вообще Я вот Оторваться не могу Просто Вот играю И Я видел Как проходят Многие Но Поймите Первое прохождение Это Это Изучение Игры Вот Таких Игр Это Просто Вот Где Чё Как Куда Ити Непонятно Ни хрена Чё Как Одевать Это Всё Изучаешь Игру И тут Боёвка В общем То Ходит На второй План И никто Даже На неё Особо Внимания Не обращает Ну Машет Он Палочкой Ладно Бьёт По врагу И ладно Но Всё Не так Надо Играть Совсем Не так И это Становится Понятно Потом Позже Позднее И вот Когда Вы Поймёте Как Поймёте Боёвку Вы Просто Почувствуете Кайф Весь Кайф От Этой Игры Когда Вы Сагрите На себя Двоих Троих Четверых Врагов Одновременно С ними Бьётесь И не Умираете Вот Если Освоить Эту Боёвку Вот Это Кайф Вообще Просто Вот А И вот Этим Вот Она От Дарка Отличается Очень Сильно В Дарке Если Ты Двоих Сагрил Всё Ты Труп Скорее Всего Двоих Всего Лишь Какой Бо Ты Там Профессионал Не Был От Них Либо Убегать Сразу Надо Либо Либо Помирать Всё Другого Не Дано Ты Не Здесь Нет Здесь Можно Здесь Кайф В Этом Игра Позволяет Это Сделать Ну То Есть Игра Игра Позволяет А Игрок Должен Научиться Это Делать И Вот Тогда Будет Интересно Играть Да Здесь Запутанные Локации Да Здесь Ещё Есть Кой Какие Проблемы Но В целом Игра Ну Офигенно Затягивает Просто Офигенно Ну Вот Я Высказался Да Ещё Хочу Сказать Что Я буду Проходить НГ Плюс Потому Что Ну Потому Что НГ НГ Проходить Неинтересно Уже Неинтересно Там Разведка Там Крафт Новый Там Фарм Очень Много Фарма В первый Раз Когда Проходишь Там Фармишь Фармишь Потому Что Игра Не Позволяет Сразу Всё Сделать Приходится Выбивать Ну Это Интересно Интересно Тоже Да Но Я Хочу Пройти По Своему Без Фарма Без Особых Выбиваний Там Это Тоже Мне Понадобится Потому Что В первом Прохождении Оружие И броню Можно Улучшать До Плюс Пяти А в НГ Плюс Уже До Плюс Десяти То есть Ещё Плюс Пять Уровней Добавили То есть Всё Рано Придётся Выбивать Но Тоже Наверное Будет Много Фарма Я Не знаю Я НГ Плюс До Конца Не Проходил Я Начал Чуть Чуть И тут Уже Поначалу В начале Игры По Башке Дают То есть Как Не Дает Расслабиться Вообще Там В Первой Игре Там Как Поспокойнее Вначале Было Ещё Здесь Нет Здесь Сразу На Тебе Ну Сейчас Увидите Ну Короче Ладно Хватит Трепаться Поехали Играть Вот Снова Игра Плюс Сотый Уровень Ну Я Чуть Чуть Перекрафтился Тут До 95 Обычно Но У меня Оставались Запчасти Я Их Ещё Пять Уровней Поднял Это Надо Потому Что В В общем Надо Я Потом Объясню Почему Да Сами Понимаете Поехали Хватит Ancient Greeks Once Said Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Добро пожаловать в регистрацию! Крео верит в правильный инструмент для правильного работа, и правильный человек, чтобы обладать его. Эй, извините, я новый здесь, поэтому где я должен идти? Новый, да? Регистрация работа там. Конечно. Продолжение следует... Пожалуйста, выберите от наших два позициями currently доступна, и форму нормальную куку. Если вы любите жизнь в этой лейке, Крео выдаёт вас с дорогой для успеха как профессиональный технический. Light. Versatile. State-of-the-art. Gear up and save tomorrow, today. Rig installation program running. Program complete. Patient sedated. Initiating surgery. No! 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 Implanting neural link. Anesthesia. Отменили что ли? На живую-то вживлять. Отпусти. Отпусти меня. Отпусти меня. Я сказал. на тебя нападает сразу если ты броню не успеешь надеть а просто завалит так я буду биться вот этими когтями и вот этим одиночным креплением но если что-нибудь круче потом дадут посмотрим но видал я даже верну а я вылечиться не успел вот так козлы ну вот давай они суда они уже здесь жирные уже здесь приходится лечиться козлина он следующий следующая ячейка открывается на 105 уровне ток предыдущие предыдущие на 95 открылась а тут без брони без имплантантов никак то есть качаться по любому надо это подразумевается иначе иначе ты не пройдешь игру просто ну нет ну можно конечно задротствовать по 150 раз умирать на уровне ну зачем зачем если это подразумевается игрой что надо качаться надо повышать уровень это хорошо хорошо потому что если дарк можно голым пройти то эту игру навряд ли ты голым пройдешь потому что потому что в реальной жизни если ты бронежилет не не надел то тебя убьет первая пуля да ну я согласен с этим в общем здесь можно походить пособирать поблуждать до сходить или не сходить вот эти дрона жирные ваще стали так меня дрона не до где еще то один вас да мать твою не пищит так ладно куда идти тут заблудиться можно очень запросто и быстро даже вот здесь на свалке ракет хотел бы я здесь побродить денек слалка ракет так у нас надо вот пожалуйста одна атака два врага но это то даже врагами назвать нельзя так нам посмотреть что-то вставлено в принципе нормально но норм а эта фигня не работает а и веселый а л и и и слышь а есть и и и и и и и и и в и Извините, я не знаю. Вы должны идти внутрь. Может быть, вы можете сделать что-то для защиты себя. Операции всегда есть герасенс. Ну, хорошо. Я просто путешествую прямо на факторию, тогда. Я, конечно, не рекомендую ходить, но они должны... На моем пути. Осторожно, и не забудь оставлять корпорации вашего рига, или вы не будете очень близко. Кто не в курсе... Вот... Слева на экране сверху полоска здоровья, ниже выносливость. Вот это, кстати, второй босс полетел. Спойлер. Надо бы его в Kerbal Space сотворить. Так. Ну, короче... Боевка. У меня, значит, оружие... Ну, кто не знает. Здесь вообще как? Типа оружия есть. Одноручное, шест тяжелое, одиночное крепление и двойное крепление. Вот это одиночное крепление. То есть, вот оно крепится к руке. Вот это двойное крепление к экзоскелету крепится. Значит... Так, сейчас я звенилку уберу. Они немножко мешают, но без них очень много секретов можно пропустить просто. То есть, вот одиночное и двойное крепление. У них вот... Ну, когти, собственно, да? Вот такая атака есть. Обычная сильная атака. Ну и, собственно, все. Ну и комбо. То есть, ты жмешь слабую-сильную, слабую-сильную, слабую-сильную. Ну и пошли попробуем. Чувак. Значит, вместо перекатов тут вот такой отскок. Как бы прыжок экзоскелетом. Ну, экзокостюмом здесь называется. Наверное, чтобы... Как его? Авторские права не нарушать. Какие-нибудь. Можно прицеливаться в голову, ну, во все части тела. Во все пять. Вот, если синим отмечена цель, это значит, брони нет. Если желтым, то значит, броня есть. Когтями лучше, конечно, не бронированную часть выбирать. Но если ты хочешь, чтобы что-нибудь упало, то надо выбирать бронированную часть. Потому что с голых рук, естественно, ничего не выпадет. Тебе поднимать его. Тем временем, вместо закрытого цвета. Нет, só плакать, как ты сши! Ты должен улучшить свой рунд, или обке! Или переварить его, или удовольствие. Если вы не просыпали его, так и улучшить его. Для меня убрать его во все-таки. И все-таки слабое. Эти инженты перепутали сUCK. я не знаю вот я смотрел прохождение все вот эту пикалку отключают зря я очень много имплантов если без нее можно пропустить просто ну имплант вообще ну да ты в основном план пищат тот особых секретов то больше нет нет тут как бы ну то есть оружие просто так не хотя и оружие бы есть 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 ну то есть вот да про полоски вот здоровье стамина и 3 полоски нет потому что их за костюм неисправен она сказала вот сейчас отдам нашел так теперь запчасти скидываю в банк суда можно сразу сто одиннадцать тысяч есть можно еще один уровень вкачать на пока не буду потому что пока хватит хватает вот и теперь появилась третья полоска энергия и посмотрим посмотрю чего можно улучшить так это нельзя лучше потому что нет вольфрама шестого в общем ничего нет плана при заходе в медпункт враги риск арест арестуются так мужик ну давай-ка я дроп надо чуть послабее еще взять потому что они не тут дохнут не успевают не успевают ничего дропнуть даже у него прокачано куда-то не прокачано я и пользоваться что-то не умею да хотя ну нафиг чё я буду заморачиваться выбивает сейчас так вот это вы избранная не надо вот а у этого оружия в одиночную крепление она на мой взгляд это самое лучшее крепление самое лучшее оружие вот одиночные крепления за это игре опять же если научиться пользоваться потому что вот если просто так врага бить то она очень медну достаточно медленно не самая медленно конечно но медленно и так ты много не навоюешь на этих но дальше враги будут шустрые подвижные и хрен что получится да они даже щас будут на нг плюсы прям но это еще это еще не шустры это такси вот и тут еще есть такая как сказать техника механика механика при нанесении противнику достаточно урона вот появляется возможность сделать добивание я сейчас включу анимацию добиваний поначалу просто кто не видел посмотрел вот когти нифига не выбивает почему-то когтями плохо выбивать танч вот пошел 6 6 отлично то есть если выбираешь руку падает либо оружие ну точнее говоря если нет оружия оружие падает и материал для апгрейда собственно оружие так чуть надо сделать что заболтался она сюда вот залезть забрать свистелку ну 12 штук он хорошо это сейчас оружие качнул сразу и есть вот такие вот панели как они того не успел прочитать перезад перегрузки цепи чтобы открывались двери то есть вот эта дверь была закрыта неактивно я не мог открыть теперь я могу открыть ну и за ней в данном случае имплант и запись все и вот эти вот шкафчики позволяют улучшить ну у них во первых лежат материалов для улучшения оружия нам ядро вот она а вот тут еще тут еще и на на ядра пятый уровень десятый уровень прикольно зря что вот эти материал нельзя продавать конечно тоже тема что можно я не знаю просто ну ладно то есть вот и вот на не на этом вот ящички была цифра 80 или сколько там это уровень как раз на первое во пример обхождении здесь 55 то есть нужен 55 уровень чтобы открыть вот этот ящик у тебя там какой-нибудь какой-нибудь первый уровень например в начале игры да ну или там не первый я не знаю точно с какой может быть десятый ты думаешь бля 55 уровень как открыть эту фигню это же так долго 55 уровень в конце игры понимаешь что 55 уровень это офигенно как мало не хватает ну собственно говоря концу игры у тебя 55 уровней нет у тебя как минимум там не знаю 65 770 потому что это по игре так сделано на вот бой пожалуйста с тремя сразу пофиг нет все мелочи пока что пофиг нет все мелочи пока что так это я могу улучшить правильно правильно руки ноги голова в общем все надо да и блин да и блин три штуки есть еще шесть надо понятно ладно ладно сейчас разыграешь не буду дохнуть наверно мы ж будут отдай руку что сколько дали я честно говоря так и не знаю сколько не договорно по 3 по 3 штуки за ним дают по 3 это хорошо динамика урон они конечно наносит на нг плюс море в конце прохождения если сюда прийти эти 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 дядьки вообще не опасны ну то есть там не убьют никогда так а чё нам не надето в общем я дал ну надо показать броня какая броня у меня надета кровавый протей сет надет если свет надет то здоровье восстанавливается постепенно все исцеляющие эффекты усиливаются но здоровье устанавливается очень медленно медленнее чем единичка в секунду я так потестил чуть-чуть в общем от смерти она не спасает но когда совсем плохо тогда может может и нормально ну то есть вот если просто его так вот плашматить да можно и так конечно это нифига не интересно гораздо интереснее сейчас покажу как ну собственно я сейчас так и сделал то есть тут есть такая фигня что вот если включать ну вот сейчас без врагов вот в бег включаю бег и удар ему и он в подкате делает удар вот он бежит хоп а если сильным ударом вот это слабый был удар а если сильным ударом и потом еще раз то будет вот так и вот это вот тактика очень эффективная но это как бы одна фича а из лордов здесь вот удар вот точно точность в точности только там меч был двуручный а здесь вот это одноручное крепление вот в прыжке то есть целишься на врага да ну в смысле лок наставляешь лок на врага сейчас прыгаешь и бьешь и еще раз и еще раз и добиваешь во время добивания ты неуязвим банки ладно здесь такие замесы иногда происходит просто ай глаз радуется так надо руки руки еще руки руки вы вообще то и тело надо не они тут не вдохну нифига ну то есть я имею ввиду жирные они стали москоп по с с по началу когда первый раз проходишь осторожничаешь ну понятно Чувак О, видал сколько удара Охренеть Урона Что я сказал? Удара Урона, да Офигеть, он меня опять убил Офигеть Он с двух ударов убивает, короче Ой, ладно, сейчас Надо броню прокачивать Так, у меня здоровье На максимуме Да, вроде Что-то как-то у меня Возьму я свое любимое оружие Я сейчас наваляю ему Ну, надо играть начинать вообще-то А не языком молотить, конечно Это тоже имеет значение Отвлекаешься, когда комментируешь Все равно Хоть маленько, да Отвлекаешься А еще при первом прохождении Отвлекаешься на вот эти вот Все руки, ноги, головы Тоже сильно Достаточно Это все они дамаговые Сдохни Собака страшная Откуда он там вылез Или это не он был Еще что-то меня убивают сильно Надо вороню качнуть Чтобы вороню качнуть Надо что-то Что-нибудь выбить Кого-нибудь Офигеть, он меня сейчас опять завалит Может и нет Ну, в общем Расслабляться-то тебе тут не позволят Как бы не хотелось Даже если ты Собаку съел На всплеске Так Почему тут заперто А Руки есть? Что-нибудь есть у тебя, мужик? Нормальное Так Крав Материал Есть Да, надо оружие улучшить Потому что тут Уже с этим Так, что я куда еду? Враги он жирный Все стали Поэтому Поздновато может быть Один на один-то нормально А вот когда толпами Это уже Может стать проблемой Что? Ааа, это же не отсюда открывается Откуда? Я туплю Так Куда меня бежать-то? Туда я пришел Сюда я пошел Так Эта дверь вообще вот отсюда открывается Зачем она только вот? Вопрос Ну Надо Не обязательно Чтобы Смысл был Лог Лог Здесь хорошо сделан Вот он сразу переключается Как только один сдох враг Лог автоматически на второго переключается Даже если он сзади Офигенно Я не знаю Вот кто-то что-то там жаловался Лог плохой Не, лог тут Офигенно реализован Просто У меня вообще никаких претензий Не было К нему Во время игры Ну единственное, что Не, нет Не было Только свои Кривые руки Обычно подводили Лог вообще замечательно Так Ну вот Девять есть Дай-ка я Эту сделаю Че еще можно Башку можно Это нельзя Руки-ноги Туловище Ну окей Руки-ноги Так Чувак Туловище Есть у тебя Тело Было Тело Отдай тело Чанж Добивал Гигант По крутоте Сделай Так У тебя тоже Тело Есть Хорошо Да Жас Круто Не Ну Игра На самом деле Я Не перестаю Не перестаю Восхищаться Вот это я Анимации Добивания Вообще Все Да Вообще Весь Весь Процесс Бойни Вот этой Офигенен Просто Оторваться Невозможно Вроде Те же Самые Враги А нифига Не надоедает Ну я не знаю Может мне Не надоедает Может я Такой Фанат Таких игр Но На самом деле Четыре А надо Сколько А хрен Он знает Сколько Ладно Куда ты бежишь Куда ты бежишь Куда ты бежишь Не надо тебе Бежать Не надо тебе Никуда Так Не попал Не попал Не попал Плохо Ах ты Сука На Ты же Это Полтела Отдай Мне Так Так Итак Так Так Тут Еще Был Ой Лог работает Вот Тоже Из-за Укрытия Я могу Из-за Угла Навестись Выбрать Часть Тела И Потом Атаковать Поэтому Лог Замечательно Реализован Единственная Проблема У меня Игра Почему-то Вылетает Не вылетает А Видеодрайвер Падает На карте Почему-то Ну и Соответственно Конечно Зависает Это я не знаю Как С этим бороться Наверное Требования Компании Подходит Не совсем Под Подходит Обс Сейчас Чуть-чуть Тут покрафчу Потому что Ну Ага Вот Первое Хорошо Так Надо Ноги Тоже Ноги Это не нога По-моему Была Такого Чёрта Так Чё-нибудь Есть у тебя Так Нога 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 Рука Просто Тут Крафтить Фармить Смысл Есть Они тут Легенькие Достаточно Вот На следующем Уровне Уже Будет Посерьезнее Тоже Конечно Ничего Особенного Но Это я Зря Так Сделал Поэтому К следующему Уровню Лучше На этом Уровне Готовиться Немножко Хотя Мы Ну Тоже Придется Походу Фармить Чуть Чуть Хотя Вот Если Если Для одного Какого Нить Оружия И Костюм То Может И не Надо Оно И так Нападает Я Просто Все Костюмы Улучшал Который Находил Поэтому Фармить Приходилось А так Может И не Надо Так Ладно Это я Улучшил Тело 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 Улучшаю Тело Нога Рука Ноги Руки Надо Еще Так Башли Надо Оставить Здоровье Хотя Я Не Потратил Ничего Стоит Наход За Каждые Работники Они За 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 ну ладно бокс с фармом походу на фарме так весь скрыть такой есть небольшой еще где-то есть этого надо грохнуть вы нам помешаете так одежды что Че? Трактор. Повоюем? Пепп. Жирные тракторы остались, пипец. Если он попадет по мне, я, наверное... Я, скорее всего, покойник буду. Ай-яй-яй. Блин. 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 У меня топ. А, кстати говоря, кстати говоря. Я не знаю, может быть, за эти... Вот эта вот блестящая монета. Я не знаю, может быть, на НГ плюсы ничего и не дадут за эти блестящие монеты, но при первом прохождении мне дали... Офигенную вещь. Такую. И вот эта фигня, она, короче, меняет... Во-первых, музыка играет. Ну, я не знаю, может... А, нет. Не всегда только вот. А, во-вторых, звуки ударов меняются. Ну, вот. Сейчас. Хе-хе. Ну, такие. Хе-хе. Хе-хе. Такая вот мышь. И у него есть особый бонус. Противоударный щит дрона значительно повышает устойчивость. В общем, разработчики с чувством юмора. Так, я не понял, где мой... Кровавый протейп. Чего он... А, они цвет меняют. Чего тут пищит? Вот они зря сделали, что первого уровня дают импланты на NG+. Конечно, зачем они нужны? Ну, на продажу только, конечно, а так. Ладно, я отключу эту анимацию. Ну, низкую сделаю, точнее говоря. Потому что... Нам времени очень... Достаточно много занимает. Ну, как много. Да ты попал. Два выстрела сделали, и оба меня попали. Ну, я и нуд. Еще один. Ладно, надо. Я буду менять. Одноручная, двуручная. Блин, надо было имплант поставить. Че-то я... Зачем мне этот... Мне энергия вообще не нужна. И не пользуюсь. Дрона у меня нет. Так, че мне надо? Руку, ногу. И руку, и ногу, собственно. Че, опались. У меня вроде имплант есть на повышение урона. Но его просто так не поставишь. Надо в медпункт идти. Скотобаза. Больный тут, конечно. Отменное. Просто отменное. Так, сейчас. Надо сюда вот спуститься. Кто-то ружочек вышел. Или нет? Нет? Эм... Ну, ладно. Так, погодь-ка. Я условия не знаю, когда он выходит оттуда. Пищать. Не знаю, в прошлый раз я вот вниз спустился. Слышу звук изменился. Стука. Ну, че, он спустился, что ли? Поднялся. А, вот, да, вот. Вот сейчас он... Вот сейчас он вылез оттуда. Он пониже чуть-чуть спустится. И он вылазит. Здорово, чувак. Как жить, молодая? Так, че бы у тебя отобрать? Тело? А, тело я апнул. Так. Здесь вроде бы дрон. Был. Так, тут пищалка. Тут еще что-то есть вроде. А, ну да, тут проход еще куда-то. Так, стоп. Ничего не пропускаю. Ну, тут, в общем-то, я посмотрел. Тут. Эй, чувак. Развернись ко мне, а. Здесь вроде бы ничего особенного нет на NG+. Ничего такого, чтобы мне пригодилось, уже нет. Ух ты, подло. Драться. Нам костюмчик улучшать. Гасит меня сильно тут. Так, я туда пошел или не туда? А, ну тут можно... Или не здесь, в общем, можно спрыгнуть за имплантом. Но, блин, у меня имплант уже в 10 раз лучше есть, чем мне тут суют старею всякое. Ну, че это первого уровня? Зачем мне вот сейчас, зачем мне сейчас первого уровня? Тут уж пятого надо суховать. А то как-то нелогично. Я, конечно, обойду то, что помню. Ну, по-моему, это будет. Э, а посмотреть? Ну, опять первого. Зачем? С какой целью? Здесь можно спрыгнуть? Нет. Еще можно вот так делать. Не, нельзя. Ну, где-то можно, нет, нет. Так вот, раз. Опа. Да, и в игре хитрость есть, удар от падения здесь есть. Но, если ты спрыгнул с высоты, ну, с большой высоты, с маленькой высоты нет урона. Но, если ты спрыгнул с большой высоты, ты урон получишь достаточно сильный. А если с огромной высоты, то ты умрешь. Но. Сейчас покажу. Они офигенно сделали. Ну, я не знаю, конечно, специально или нет. Вот, если я отсюда упаду сейчас. Ну, получил урон. Небольшой, но получил. Ладно, тут вообще-то место неудобное. Хотя, блин, надо, надо рассказать мысль то, что. Вот. Вот я сейчас прыгаю. Хоп. И бью. И урона вообще не получаю. Ну, или получаю очень мало. Но это, это не такая высота, на которой нам показывают. Там дальше будут лифты, которых спускаться надо. На которых надо спускаться. Они, ну, медленные, как обычно все, да. Так вот, можно не спускаться, а просто спрыгивать и бить в падении. То есть, ты прыгнул и держи кнопку удара. Именно держать, не бить. Не ударил, а отпустил. Так ты все равно запокоцаешься. Именно прыгнул и держи кнопку удара. Пока не упадешь. И это офигенно. Офигенно еще и потому, что... Ну, ладно, будут лифты, я еще раз к этому вернусь. Пока что... Не буду расскажать. Э, а дроп? Ага, молодец. А, ну вот, лифт. Я прыгаю и бью. Вот, и он приземляется. Ну, тут, конечно, высота не... Тут не получишь урона при любом раскладе. Но факт остается фактом. Ну, ты дрон-то будешь... Будешь ловить или нет? Сюда не пустят. Значит, сюда можно прийти намного-намного позднее, когда дадут костюмчик специальный. И за этой дверью лежит имплант. Вот не то вот такой, не то вот такой. Только пятого уровня. Но... Сюда стоит сходить, стоит. Потому что пятый уровень, это офигенно. Это был спойлер, кстати. Ну, я сюда, может быть, тоже вернусь на НГ+, потому что, может, на НГ+, что-то другое дадут. Хотя... Сомнительно, конечно, но... Офигеть! Как я тебя, собака, не заметил-то? Заболтался. Что-то темно тут, да? Надо лампочку флющить, что ли? Пробо темно. Обычно как-то посветлее, что ли? А, обычно я тут с другим оружием хожу. Вот здесь вот, если совсем темно, надо брать вот это оружие. Ну, не знаю, что-то все равно темно. Обычно как-то светлее. Но все равно это оружие вроде бы как помогает, что ли. Ну, мне... Или мне казалось так. Я, по-моему, не в ту сторону иду. Мне не сюда надо. Да, и вот это вот, кстати, оружие... Вот это вот, зыбкий призрак. Лежит вот там внизу. Ну, туда надо спуститься. Там яд. Это, ну, на первом... При первом прохождении, да? Пробежаться быстро. Ни с кем не воевать. Все время лечиться. Бежать, 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 найти это оружие, забрать и умереть. Ну, по-другому просто не получится. Потому что... Ну, можно, конечно, исхитриться. Там есть безопасные зоны. Но... Главное оружие забрать. Умереть хрен с ним. Так, что-то я опять не подавиду, кажется. Куда мне идти? А может, иду на. Так вот, это оружие, зыбкий призрак... Оно офигенное. Я с ним... С ним всю игру прошел, пока вот этот вот... Пожиратель частиц не нашел. Но у него урон просто побольше. И там еще характеристика одна получше. А зыбкий призрак это лучшее из того, что удалось найти мне. Но я имею ввиду из одиночного крепления. Да и вообще... Так, я заблудился, короче. Да и вообще, одиночное крепление это лучшее оружие в игре. И я могу сказать почему. Во-первых, вот смотрите. Есть характеристика. Сила удара, во-первых, у него высокая. Скорость атаки, правда, ну, низкая. Но это понятно. Эффект владения очень высокий. Вот сила удара высокая. Что это означает? Это означает, будешь ты станеть врагов ударом или нет. Будут они в ступор входить или нет. Потому что вот если я возьму вот эти вот, да, как они называются-то, когти, трансформеры, у них сила удара низкая, и им никого особо не застанешь. Поэтому с когтями воевать надо совершенно по-другому. Не так, как я воюю вот с этим. Дайте свет. Ни хрена ж не видно. Так, я кажется, я заболтался и иду не туда. Вообще не туда куда-то. То есть, с когтями надо воевать по-другому, чем... Ну, вообще-то говоря, каждому оружию свою тактику надо. Вот, у него тут сюда что-то? На, вот сюда она. Сейчас будет когтистый малый тут. Повоюем. Даст, может, что-то. А может, и не даст. Получен имплантант меди-гальванический. А то я не знаю. Зачем они-то? Ну вот. Стал светлее. То есть, с когтями надо постоянно двигаться. Иначе... Вот эта дверь после откроется. Ну, то есть, я ее с той стороны открою, когда... Когда? А-а-а. Сейчас, сейчас, сейчас. Эта дверь вообще дроном открывается. Вот там вот наверху появится табличка, когда дрона дадут. Эта дверь открывается дроном. И, кстати говоря, я вот не помню. Может быть, вот здесь вот как раз этот имплант. А там что-то другое. Ну, в общем... А, нет. Тут за одной дверью вообще что-то бесполезное. Я не понял. Может... Так, я опять не туда иду. Мне тут еще одно дело надо сделать. Ну, как надо. На НГ плюс-то уже не надо, конечно, но... Ладно уж, что. Да, блин. Куда идти-то? О, господи. Или я правильно иду? Нет, конечно. Разве я могу правильно пойти? Обязательно куда-нибудь заблужусь. Вот куда надо. Пу-пу-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Да блин, это не та дверь, ааа! Тут еще такая тупняк. Если вот эти двери, ну, начинаешь активировать, все, пока он тебя сканирует, сдвинуться с места ты не можешь. Ну, это, по идее, то так и есть, да? Как бы, ну, так и должно быть, значит, как у тебя просканируют, если ты будешь туда-сюда пашкой крутить. Но... В то же время немного напрягает. Если ему руку отрубить, он дрын свой даст. Ну, он дрын здоровый, мне ненужный. Вот, и тут такая фигня еще есть, что одновременно двух врагов бьешь. Ну, то есть... Если ты начал атаковать одного, и рядом стоит второй, то и второму тоже по башке достанется. Ну, это хорошо. Это продумано. Ну, все, что? Надо... Вот это я забыл достать. Ну, там тоже бесполезная дрянь уже. И она откуда-то с балкона достается. Я его не хочу добивать, я его хочу вот так добиться. Если я его начну колбасить, он умрет. Просто ничего не дротнет. Потому что скотина неживучая. хе-хе-хе-хе-хе. Все, сейчас к боссу пойду. Душу оставлю только. Тьфу, блядь. Душу. Ну, Дарк Солл, да? Ну, понятно. Вот, да, единственное, что от Дарк Солса осталось здесь у меня. Это души, да. Вот запчасти никак не приживаются. Хе-хе-хе-хе. Души, все. Так, что у меня есть, что получше нет? Нет, тут. Мне нужна энергия или нет? Что я хотел вместо энергии поставить? А, урон. Где он? Ё-хе-хе. У меня этих вот имплантов на нафармил. Ну, как нафармил, я там тренировался. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть рядов аж. Продать надо. Дорогие, две тысячи стоят. Ну, относительно дорогие, да? Так, где же этот импланта? А, вот он урон, да? 88, нормально. В этой игре 8 прибавка к урону, это нормально. Выносливость, урон, жизнь. 15 лечилок есть. 15 лечилок есть. Это хорошо. Это жить можно. Так, это я улучшил. Вот это надо уничтожить, да? И вот это, да? Нет, не хватает. Ну, давай вот это. 7 ног надо. Ну, ладно. Так, ну, все, да? Или не все. Че, 7 ног надо? Так, запчасти я сбросил. Барусил. Вообще, в этой игре главное следить за здоровьем. Особенно во время боя. Это наибольшую проблему представляет. Зря они сделали такую вот. Надо было ее потолще сделать, полоску здоровья, потому что, ну, сложновато. Не бросается в глаза во время боя. Ты же следишь за действиями врагов. А надо следить за здоровьем еще. Че я крафту это? Я не то фармлю, то мне ноги нужны. Чувак, нога. Давай, 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 давай. Ну, че ты зда? Ах ты сучка. Ах ты сучка. Вот так. Ну, нет. Вот этот удар почему-то не не выбивает из врагов их броню. Нападе. Сейчас я ножку ножки наберу. Достало. Хо, блин. Тут че фигня такая есть? Атаки, они автоматически прописаны, как бы, да? То есть, если он начал атаковать, остановить атаку уже нельзя. Вот он будет добивать его. Поэтому лишние атаки тоже делать не надо, если хочешь что-нибудь вышибить с врага. Это вообще ничего. Клево. Ну, много отворотил. Я не видел такой добивалки раньше. Интересно. Интересно. Ты сучка. Ну? Так. Есть одна ножка. Ну, как одна три должно быть. А, что-то по идее... сильный удар сделал и все, и он его убил. Слабый надо делать, а не сильный. Офигеть урона. что-то я не понял. две или ноги по две выбиваю, по одной выбиваются. Зацепил. Вот, да, когти они не станет врага. Точнее говоря, станет, но не сильно. Свист только свистит. Ну, я, по-моему, ноги не набрал. дохнутый все. Ну, ладно. Вы не... А, они же за мной пойдут. И не дадут медпункт зайти. Мне плохо. Пустите меня в медпункт. Он тут скажет, хрен. За вами увязались. Блин, одной не хватает, но это надо. Сейчас все одну и все на босс. Тейкер. Есть, мэм. Как скажешь, мэм. На, блин, ну, че, ты, да, зачем ты помер? Ну, зачем мы умираем? Я же всего лишь ножку хочу. Я не хочу вашу голову. Так. Давай. Вот. Давай. Ножку. Вроде ножка. Не вижу ни хера. Ладно. Сейчас. мы ножку апнем. И тебе здрасте. И вам здрасте. Хорошо. Все. Шестого уровня. Ну, да. Здоровье, не здоровье, все есть. Сейчас. запчасти верстак. От босса уйти нельзя, к сожалению. Телепортации до медпунктов здесь нет. Но нам и не надо. Хотя, конечно, иногда надо. иногда хочется быстренько с душами свалить. С душами, блять. С запчастями. ай, мальч아� schnee Башка разорвана. Сейчас он меня убьет сразу. Он дамаговый здесь, пипец. Если он наступит на меня, я, скорее всего, умру с одного. Вот особенно в полете. О, молча. 60% или 70% даже. Так. Ага, ногу потерял. 10. Единственная, может быть, проблема с локом, это то, что вот на босса при смене фазы с них лок отваливается. Вот это да. Но это, это единственное. Но это, скорее всего, не проблема. Это специально так сделано. Чтоб посложнее было. Не, не успел добить. Ну ладно. Нет, блядь. Стамина. Дорогой, стамина. Блин, где ты? Блин. Готов. Эй, ну ты попадешь, нет? Ну, собственно, и все. Здесь босс. Боссы здесь несложные. Ну, как? Ну, несложные. Ну, правда, несложные. Надо их понять, как бить. Все бегают вокруг, от них что-то бегают. Туда, сюда. Не так надо. Вот. Быстро, быстро, быстро. Либо подкат удар, либо прыжок удар. То есть, вот. Прыгнул, отпрыгнул. Прыгнул, отпрыгнул. Все. Потому что пока ты в прыжке, ты неуязвим. Это так же, как перекат в дарке, где ты неуязвим. Все. Вот ты, пока ты в анимации прыжка, ты неуязвим. Не важно, куда ты прыгаешь. Можешь под удар его прыгать. Все равно ты неуязвим. Это что за нахрен такой был? Вот это баг. Это какой-то баг. По-любому. Посмотри на твоих работников. Они посмотри на тебя. Или меня игра так наказала. Неуязвим, говоришь, да? Ну на тебя. Бессмертен, говоришь, да? Ну на тебя. Прикольно. Ладно. Не буду больше вокруг боссов скакать мертвых. Да, это, наверное, я понял. Нефиг как-то надругаться над телом. Души-то хоть не пропали? Хоть босс пропал, а то слава богу. Запчасти. После последних событий и продолжительной опасности к Крио безопасности, мы просим всех работников, чтобы остаться внимательными. Пожалуйста, если вы видите или слышите что-то необычное, напишите сразу к вашему руководству. Продолжение следует...